Здравствуйте, меня зовут Владимир Крылович. Сегодня мы с вами поговорим о персиках, нектаринах. Для Беларуси эта культура, будем говорить, новая, потому что раньше климат был у нас более суровый, зимой стояли морозы 25-30 градусов, и все эти культуры южные, они подмерзали, и урожая не давали, и деревья хватало на 2-3 года, и они тоже вымерзали. Сейчас зимы у нас мягкие, весной, если нет возвратных морозов утренних, то эти персики нектарины хорошо отцветают, завязываются и дают обильный урожай. В прошлом году мы просто ведрами собирали персики, не знали даже куда их девать, но ведро собрать, покушать, ведро сварить в варенье, а еще 3 ведра. То есть приноравливались там, и делали компот, сушили. Очень вкусный персик в сушеном виде, как мармеладка получается. Если у вас появится желание посадить у себя персик нектарин, то с чего надо начинать? В первую очередь выбрать место. Выбрать место. Место должно быть где-то в затишку, за домом, за сараем. Вот у меня, видите, высокая теплица стоит, и я за теплицей посадил целый ряд персиков и нектаринов. За счет того, что зимою меньше продувается этот участок, эти растения больше сохраняются и не подмерзают. Поэтому рекомендую выбрать, в первую очередь, хорошее место. Дальше. Какие сорта? Сортов сейчас на рынке много различных, но у меня вот хорошо себя ведут уже многие годы. Это такие сорта, как новоселковский, донецкий, белый, лойка. Из нектарина очень хорошо себя ведет фантазия. Всегда он при хорошем опылении и при хорошей погоде дает обильный урожай. Если вы себе наметили посадить вот эти культуры, выбрали хорошее место, не пожалейте, выкопайте ямку сантиметров на 70. Нижний слой земли уберите, глина, песок. А вместо вот этой земли неплодородной добавьте хорошую верхнюю слой почвы, перемешанную с навозом, с золою, с комплексными удобрениями. Можете еще какие-то свои использовать дополнительно под кормки. И вы увидите, что если вы посадите в большую яму, заправленную эту яму качественной почвой, эти растения быстро проживутся и корешки будут хорошее питание получать от этого плодородного слоя почвы и будут хорошо расти. Не только расти, но древесина будет хорошо летом вызревать и зимою они морозы будут лучше переносить. Дальше. Посадили вы вот эти растения. Желательно их садить весной, но это не говорит о том, что не буду покупать осенью, а куплю весной. Нет, наоборот. Надо весною их сажать, а осенью приобрести. Приобрели свежие, прямо вот приехали в питомник, с грядки выкопали, в пакетик. В пакетик засыпали влажных опилок, моха и поставили в подвал. Вот в подвале они у меня всегда хорошо стоят, особенно если я где-то раздобыл новый сорт осенью, и вот уже руки чешутся его посадить. Нет, все равно. Вот я не знаю, какая зима будет, какие морозы будут, и как они перенесут эту зиму. Поэтому я в пакет влажную среду для корней создаю и ставлю в подвал. Они в подвале до весны постояли. Как только у нас растает снег и можно лопатку в землю сунуть, я выкапываю ямки и их сажаю. Вот и таким образом они быстро проживаются, не подмерзая, и идут в рост. Для персиков и нектаринов еще очень важно уметь их обрезать. Вот даже если вы саженец купили, конечно, мы всегда выбираем на рынке саженец, чтобы он был потолще, повыше. Здесь немножко принцип другой. Первое, что на саженце этих растений всегда практически все почки пробуждаются, и летом дают побеги. Поэтому я эти тоненькие побеги прореживаю на стволике, на стволике прореживаю, чтобы у меня остались самые толстые ветки. Эти толстые ветки я оставляю и их укорачиваю весною на одну треть. И вот в таком состоянии я их сажаю. И каждый год, каждый год, вот эти вот нектарины, которые у меня здесь растут, я их в этом году весною обрезал дважды. То есть вот первый раз сделал такую вроде бы обрезку активную, но походил, присмотрелся, увидел, что все-таки если на всех ветках, которые я оставил, будет урожай, это дерево будет перегруженное, и в следующем году оно даст как бы отрицательный эффект. То есть оно перегрузится, а сама древесина не вызреет, и может при неблагоприятных зимних условиях этот перчик подмерзнуть. Поэтому не жалеючи его обрезаем. То есть видите, вот ветка росла у меня, вот здесь вот была ветка, я ее укоротил. Здесь вот видите, вот росла ветка, целая ветка, тут пол ведра можно было перчиков снять, но я не пожалел. Вот. Обрезал вот такую полуметровую ветку и оставил вот веточки. И видите, на всех у них цветочки, и из этих цветочков половина, если завяжется плодов, то тут надо под каждое дерево ставить подпоры. Вот у меня даже, видите, с прошлого года, с прошлого года, вот осталось подпоры. И каждые веточки, они буквально от урожая ложились на землю. Я их подпирал. Теперь, с какой проблемой можете вы столкнуться и ваши растения летом? Это куршавость листьев. Это болезнь для персиков и нектаринов. Обязательно, обязательно, летом, каждые 10 дней вы обрабатываете эти растения фунгицидами. Я обычно это делаю скором, хорусом. Вот. Весною, когда еще листья, цветки не появились, можно обработать несколько раз азофосом. Это тоже, как бы, хорошая профилактика от болезней. Если вы вот регулярно будете обрабатывать, у вас не появится куршавость, и за счет этого не ослабнет этот ваш куст, дерево, персика, нектарина, то вы будете уверены, что он вас в следующем году отблагодарит хорошим урожаем. Некоторые мне задают вопрос, а как формировать персик? Или деревом, или кустом? Ну вот давайте посмотрим вот на вот это растение. Я бы сказал, что оно больше сформировано кустом. То есть, вот идет стволик небольшой, и от него я уже развожу в разные стороны ветки. Можно было еще ниже сформировать крону, но мне удобно так подходить к нему, обрезку делать, даже летом тут обкапывать, подкармливать. Поэтому вот где-то на уровне 80 сантиметров у меня сразу не основной стволик идет, а видите, расходятся сразу 4-5 веток, и получается такой хороший куст нектарина. И вот дальше легко формировать такой чашей. То есть, у меня вот сейчас оно уже распущено, может быть, не совсем видно, но когда этот куст был еще не распущенный, видно было, что вот куст стоит в виде такой чаши. Вот в виде такой чаши вы его и прореживаете. Вот я внутри много веток вырезал. Все верхние ветки, побеги, центральные в каждом побеге укоротил, так, чтобы вот куст в виде чаши был. Тогда он будет прореженным, будет поступать внутрь этого куста солнце хорошо, соответственно, растение будет получать много тепла, и оно будет хорошо расти, и главное, эта древесина будет хорошо вызревать, и зимою хорошо переносить заморозки. Первые годы, когда еще это растение небольшое, и для того, чтобы его зимой сохранить, многие стараются их как-то укрыть. Я считаю, что от мороза укрыть не укроете зимой, потому что, ну, что под подушкой, что, как бы, взять, например, одеяло. Если одеялом замотать молодой кустик, все равно внутри одеяла такая же температура будет. Но, если даже обмотать спонбондом, вот этот спонбонд будет спасать от колючих зимних ветров, и не будет вот вымораживания веток. Вот это обязательно надо делать до какого-то уровня. Да, вот такой куст уже его не укроешь и не сбережешь. А вот здесь вот у меня, давайте посмотрим, вот маленькое растение есть, вот ему двухлетнее. Вот его можно вот на зиму в метелку связать. Видите, вот в метелку я бы связал его, вот, в двух местах, и обмотал спонбондом. От этого оно меньше будет ветрами продуваться, и меньше вымораживаться. И можете даже провести эксперимент. Вот один кустик или деревца замотать, а другой оставить так, как оно есть. И вы увидите, что через год одно будет лучше плодоносить, а другое будет капризничать. Мы уже говорили, что обязательно нектарины персики надо летом обрабатывать от курчавости листьев. Но вместе с фунгицидом вы можете в опырскивателе добавлять мочевину, кристаллон. Эти удобрения, делать этими удобрениями вне корневые подкормки по листьям. Они очень быстро будут усваиваться, и сразу будут они, эти растения, получать дополнительное питание. Если вы по земле просыпите, то если дождя нет, то эти удобрения могут и месяц лежать на поверхности земли, и до корней не будут доходить. Единственное, надо всем знать, что в основном мы кормим с весны все растения азотными удобрениями. В основном. А уже к середине июля мы прекращаем давать азот, потому что если будут эти веточки до осени расти, они как трава в зиму пойдут невызревшие и подмерзнут. Поэтому надо обязательно знать, что пришла середина лета, июль месяц, вы уже, если хотите, обработать внекорневые подкормки, сделать, то выбирайте те удобрения, в которых больше калия и фосфора. Ну, желаю вам успехов и хороших урожаев. Всего доброго!